МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последние два дня из города вывезли почти 3000 кубометров снега. Это нормально. Зима же. Должен быть снегом. На уборку вышли 39 единиц техники. Как справляется с работой дорожники и сохранится ли на выходных такая погода? Диагноз задержка речевого развития. В целом ребенок способен. У него очень большая заинтересованность к музыке. Специалисты говорят, что у мальчика хорошие шансы научиться говорить. Нужно только пройти специальный курс. Полсуммы уже собрано. В Вольненцовске встретили Старый Новый Год. Это начало Нового Года. Все старые остаются в прошлом году. Начинаем жить по-новому. Кто такие ретровцы и почему Старый Новый Год лучше, чем просто Новый? Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. На город обрушился снегопад. За последние два дня из Альметьевска на полигон вывезли почти 3000 кубометров снега. Как справлялись с работой дорожники и надолго ли сохранится снежная погода? Расскажет Леона Ахмедвалеева. Снегопад не прекращался всю ночь и утро, а вместе с ним и работа дорожников. Сегодня у них особенно много работы. Уборка шла на всех главных улицах города. Очищали проезжую часть, общественные пространства, тротуары и велодорожки. С первых минут снегопада на уборку вышли 39 единиц техники и рабочие, которые расчищали участки вручную. Это нормально. Зима же. Должен быть снегом. У нас очень хорошо работает. Все почищено? Да, да, да. Дворники хорошо, добросовестно работают. Ну я так-то где вот я была почистили, около магазинов уж вот не подойдешь. А вот дороги нечищены, да, тяжеловаться. А так-то ходить, конечно, неудобно. Не совсем удобно, а на что делать природой? На предстоящих выходных в Альметьевске сохранится снежная погода с метелями. Это следует из прогноза, который распространил Гидромедцентр республики. Леона Ахметвалеева, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. В Лениногорске пятилетнему жителю с аутизмом требуется помощь неравнодушных людей. Она необходима, чтобы пройти дорогостоящий курс прикладного анализа поведения. Мама мальчика может оплатить его только с нашей с вами помощью. Давай сделаем. Давай сделаем. Маленькому Даниру всего пять. Он не откликается на свое имя, все время бегает по комнате, повторяет одни и те же движения. По словам мамы Эльмиры Нагумановой, мальчик родился здоровым и развивался нормально. Отставание от сверстников стало заметно ближе к двум годам. В этом возрасте невролог поставила диагноз задержка речевого развития. Он всегда бросит рукой, пальцем, движениями, словами и не может он, звуками объяснить, что он хочет, он не может. В три с половиной года диагноз аутизм Даниру поставила лениногорский врач-психиатр. Мама водила мальчика на лечение, реабилитацию к дефектологу и логопеду. В целом ребенок способен, у него очень большая заинтересованность к музыке, он хорошо работает через музыку. То есть это тоже можно использовать с ним при занятии для специалистов. По совету другой мамы особенного ребенка Данира обследовали специалисты одной из казанских клиник. Там готовы помочь. Говорят, у мальчика хорошие шансы научиться говорить и освоить навыки социализации. Надо пройти специальный ABA-курс прикладного анализа поведения. Нас там приняли, посмотрели и сказали, что с ним можно заниматься, что у него еще есть, что он гибкий, что у него ум есть, просто он ленится. Но специальный курс дорогой. Больше 380 тысяч рублей. Полсуммы уже собрано. Помогли нефтяники. Требуется еще половина. У Эльмиры Нагумановой двое сыновей. Данир младший. Растит она их одна. Семья живет на выплаты по инвалидности ребенка и пособия по уходу за ним. Помочь можем мы с вами, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Подробности на сайте Русфонда. Наталья Лакомкина, Новости Юго-Востока. В Ольметьевске сегодня простились с журналистом, автором книг, ветераном отрасли, членом Союза журналистов Республики Альфией Ермеевой. Она скончалась 13 января на 72-м году жизни. Альфия Галимьяновна 17 лет проработала в газете «Знамя труда», но и после ухода на заслуженный отдых не оставила профессию. На траурной церемонии ее коллеги отметили, что ее уход из жизни стал невосполнимой потерей, а сама она оставила яркий след в журналистике. Святочная неделя. Так называют дни от Рождества до Крещения, которые будут праздновать 19 января. Особая торжественная служба состоялась в храме Живоначальной Троицы в Лениногорске. Это день отдания праздника Рождества Христова. Божественную литургию совершили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Альметьевский Бугульминский Мефодий и епископ Юлабужский Иннокентий. Подробности в сюжете. Отдание праздника отмечается особым богослужением. Оно более торжественное, чем службы предыдущих дней. В это время исполняются все молитвы и песнопения, которые поются в самый разгар праздника. Их исполнил мужской хор Альметьевской епархии под управлением Алексея Крапачева. Рождество отмечается шесть дней, поэтому его отдание всегда совершается 13 января. Службу проводили представители духовенства из Казани и других церковных округов. За литургией молились представители Лениногорского сестричества милосердия, ученики воскресной школы, прихожане Троицкого и других храмов Лениногорского района. Сразу после суток, после работы пришла сюда и даже не почувствовала никакой усталости. У меня слезы лились всю службу. Такая благодать просто неописуемая. Приезд митрополита для нашего прихода и для всей епархии – это большое событие. Мы его ждали, готовились. Все получили уйму положительных эмоций и проводили праздник Рождества. После службы митрополит Кирилл обратился к верующим. Он рассказал, как важно стремиться жить по законам Божьим и быть благодарным Всевышнему. Напомнил о фактах из жития святых и поздравил прихожан с праздником, олицетворяющим пришествие в мир Спасителя Человеческого. Очень бы хотелось пожелать всем нам этом мятежном, очень суетном. И очень часто бывает, что и в недобром мире пожелать, чтобы внутренняя доброта и внутренний мир никогда нас с вами не оставляли. И чтобы благословение Божие всегда пребывало над всеми нами, над нашими семьями, над нашей страной. Митрополит Кирилл также поблагодарил епископа Мефодия за приглашение посетить Альметьевскую епархию и совместно помолиться. В ответном слове владыка Мефодий выразил признательность прибывшим архипастырем, священникам и прихожанам. И пожелал, чтобы радость праздника не покидала душу и сердце. На память правящий архиерей преподнес его высокопреосвященству образ великомученика Георгия Победоносца. Божий помощь, счастлива, честного, радостного, благодарного, счастливого, здоровья, души и гречи, здоровья, души и народ. И видите его, мы ведь знаем, что все находятся в руках души. Затем митрополита приветствовал глава района Рогатхусаинов. Он поздравил гостей и лениногорцев. Мэр особо отметил, что одним из главных событий ушедшего года стало освящение святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом, воссозданного в столице Татарстана собора Казанской иконы Божьей Матери. Затем глава митрополии направился в Альметьевск, чтобы поучаствовать в открытии Центра гуманитарной помощи. Наталья Лакомкина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Двое погибли, один в реанимации. В Альметьевском районе произошло серьезное ДТП. Авария случилась на дороге Кузайкина-Нурлад 13 января. По предварительным данным автоинспекторов, водитель Лады Гранты на большой скорости выехал на встречную полосу. В результате автомобиль лоб в лоб столкнулся с Фордом Транзит. После этого иномарка съехала в Кювет попутного направления. В результате погибли водители-пассажиры Лады. Одну из пассажиров Форда госпитализировали в реанимацию, и второй назначили амбулаторное лечение. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте almetyskdefis.ru.ru Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах. Сделать это можно как по номеру WhatsApp, так и через соцсети. Мы продолжаем выпуск, и вот о чем расскажем далее. В Альмитевске встретили Старый Новый Год. Кто такие ретрофцы и почему Старый Новый Год лучше, чем просто новый? Не простая, а интерактивная. Девочки из Аинска подарили кошку, которая поможет в обучении и развитии. Необычное хобби. Семья Камалуддиновых поделилась, как ухаживать за такими питомцами. Ослаблять ограничения, которые ввели из-за инфекции, в Татарстане пока не планируют. Заместитель руководителя Татарстанского Роспотребнадзора сообщила, что в республике готовится к приходу нового штамма коронавируса омикрон, который, скорее всего, вызовет новую волну заболеваемости. Вы, наверное, увидите, что мы, наверное, одни из немногих субъектов, которые вообще очень минимально сняли ограничения. Ну, практически всё у нас осталось. Просто небольшие послабления были. И это, в принципе, даёт нам возможность существовать в таких условиях, в которых мы сейчас не уходить на жёсткий локдаун, не прекращать занятия в школах, в институтах и прочее. И в том числе это и заслуга того, что контроль наш, он не ослабевает. И это не только наш контроль, но и контроль тех уполномоченных органов, которые контролируют соблюдение ограничительных мероприятий по постановлению Кабинета министров Республики Татарстан. Поэтому на сегодня наш контроль будет продолжен. Спикер сообщила, что за первые дни Нового года заболеваемость коронавирусом в республике увеличилась на 8%. По мнению специалистов, рост связан с тем, что на новогодние праздники многие не обращались к врачам и лечились дома, поскольку на работу и учёбу ходить было не нужно. При этом уровень заболеваемости COVID-19 в начале 2022-го ниже, чем в аналогичный период 2021-го. За сутки в республике выявили 114 новых случаев заражения COVID-19. Четыре из них завозные, остальные заразились на территории республики. 36 человек лечатся в больницах, 78 дома. Вирус выявили у жителей 14 районов, на юго-востоке заболевших нет. С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Кто-то из альметьевцев считает этот день праздником, а кто-то нет. Но многие пришли на гуляния, которые организованы проектом «Культурная среда города». Под какие мелодии вместе с детьми танцевали взрослые, что делали на праздник так называемые ретровцы, и почему Старый Новый год лучше, чем просто новый, узнала моя коллега Катерина Машенцева. Ты узнаёшь наших самых близких друзей? Ну, конечно, это же жители нашего любимого альметьевска. Старый Новый год завершает череду праздничных дней января. В этот вечер на площадь нефтяников горожан пригласили организаторы культурной среды. В танцевальной части праздника для самых маленьких альметьевцев с удовольствием участвовали и люди постарше. Любым годом всем поздравим! На праздник пришли и ретровцы. Так себя называют участники ретро-группы, которые устраивают в городском парке своё танцевальное рандево для тех, кому за. Зажигать, считают женщины, можно в любом возрасте. Для нас Старый Новый год ещё лучше, чем Новый год, потому что мы уже старенькие. Но мы так зажигаем, так проводим и вечера, и праздники. Для второй участницы Гульнары Стерлядевой Старый Новый год больше символический праздник, но остаться дома в этот день она не смогла. Новый год очень люблю я, люблю анимации. Очень спасибо городу, что такие анимации сделали. И праздник я сюда приходил, для детей очень много всего было. Очень было интересно. Развлечение нашлось для всех. Одни веселились и водили с аниматорами большой хоровод, другие кружили в своём маленьком. Многие отправились на каток парами, поодиночке или всей семьёй. Кто-то делал свои первые шаги на льду или показывая мастерство. Для горожан работал тир, батут и торговые ряды. Закрытой оказалась лишь резиденция Деда Мороза. Волшебник на время стал водителем автобуса, но без поздравления никого не оставил. Поздравляю всех со Старым Новым Годом! Присоединились к нему и гости праздника. Я поздравляю всех жителей Альметьевска со Старым, наступившим с Новым Годом. Желаю счастья, успеха, здоровья самое главное. Веселье, радость кругом. А кроме того, это начало Нового Года. Всё старое остаётся в прошлом году. Начинаем жить по-новому. Надеемся на то, что пандемия кончится, что Кургода отменят, что мы будем жить прекрасной, счастливой жизнью. Всем привет и вас всех! С Новым Годом! Катерина Машинцева, Ильнур Залятов, Новость Юго-Востока. Маленькая героиня нашего следующего сюжета в Старый Новый Год получила особенный подарок. Он пополнил её пока небольшую коллекцию кошек. Причём этот питомец не простой, а интерактивный. Он поможет девочке в обучении и развитии. Из Заянска сюжет Елены Мавриной. Это басика, кот покой, это кошка. Кошки всех цветов и имён, начиная от старого доброго матроскина, заканчивая современным басиком любимой игрушки девятилетней Виолетты Байрашевой. Они везде – на полках, на рисунках и даже на новогодние ёлки. Потому и с выбором подарка от Деда Мороза на ёлки желаний сомнений не было, только кошка. И вот мы увидели рекламу про кошку, бьянку интерактивную. И она мне сказала, мама, я хочу вот эту кошку. И мы решили написать Деду Морозу. А то, что Новый Год прошёл, тоже не беда. В России ведь этот праздник отмечают дважды – 1 и 14 января. С песней, с сказкой и с добром. Каждый нынче в чему доверен, ждёт подарков в каждый дом. На Старый Новый Год к Виолетте пожаловали новогодние гости вместе с главой района Разифом Каримовым, который исполнил желания девочки по благотворительному проекту «Ёлка желаний», когда исполняются заветные мечты детей с проблемами здоровья. Вот твой долгожданный подарок, моченька. Белорозовая кошечка по кличке Бьянка в корзинке оказалась не простой, а интерактивной. С ней можно и пообщаться, и поиграть. Пока в коллекции Виолетты не хватает только настоящего, живого котёнка. Но соединить два желания, иметь волнистых попугайчиков и кошку в одной квартире не получается. Так что Бьянка оказалась очень кстати. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Юго-Востока. О своём необычном хобби рассказали герои нашего следующего сюжета. Это семья Камулуддиновых. Они живут в Бавлинском районе и занимаются разведением необычных крупных охотинских улиток. В сюжете обо всём подробно. Маленький Тимур вместе со своим братом Рустамом любят улиток. Это их единственные питомцы. Увлечение этими необычными моллюсками длится у них уже более года. Они знают, как ухаживать за улитками, что они едят, как размножаются. У каждой улитки есть своё имя. Эту улитку зовут Король. У меня вот здесь чёрное пятно. Его зовут Черныш. А вот эту зовут Белка. На ней белое пятно. Какой бы ни была разновидность домашних улиток, они любят влагу и чистоту. Поэтому их нужно часто мыть. Рустам и Тимур нашли способ их купать. Ведь если правильно за ними ухаживать, они смогут дожить до 10 лет. Весить в этом случае они будут 250 грамм. А их раковина сможет достичь большого размера – до 20 сантиметров. Когда их купаешь, их надо немножко положить и немножко вот тут тереть. Им очень нравится это. Они очень сильно легко отмываются, когда они раскрыты. Их купать надо почти каждый день. После купания улитки ждут вкусного угощения. Рустам и Тимур сами готовят им еду. О том, какую пищу предпочитают моллюски, ребята очень хорошо знают. Они кушают не только овощи, но и подкормку. А то у них панцирь будет маленький или тонкий. Мы для них покупаем специальные панцири каракайцы. Но через неделю они оставляют от них только небольшие вот такие обрызки. Как говорят ребята, кормам необходимо добавлять дополнительные витамины. Например, яичную скорлупу, которую нужно перемолоть и измельчить до состояния муки. Тимур хорошо знает, что такая пища очень важна для улиток. Посмотрите, как они очень сильно любят эту подкормку. Улиты кахатин также используют в косметологии для омоложения и красоты кожи. Слизь улиток широко используется для масок и кремов. Они безобидные существа, не причиняют вред человеку и другим домашним питомцам. Не кусаются и не царапаются. Чем и заслуживает такую любовь человека. Индира Сайфулина, Артем Артемьев. Новости Юго-Востока. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Связаться с нами можно через страницы в соцсетях, мессенджерах WhatsApp и Telegram. Пишите, если у вас есть интересные истории и вы хотите поделиться новостями, задать вопросы или оставить комментарии к выпуску. На сегодня это все. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»